катки отчет о том что я сейчас испытываю но смятение все тоже чувство бездомной души но о чем я в общем-то постоянно говорю и причины чего в общем-то мне известны но не до конца знаешь что я тебе скажу что понимаешь все таки то что сейчас 21 век это все-таки играет роль понимаешь и в общем и добавляет абсурда происходящему потому что собственно говоря мы находимся рядом с прошлым то есть мы с этим всем прошлом собственно с нашими корнями мы не расставались но при этом при всем мы видим как говорится на лицо обнуление ценностей там всякое такое да почему она происходит одна из причин что 21 век на дворе 21 века это пришел век который наступил после 20 20 век он да тут значит мне сказали что в 20 веке суммарная значит люди поубивали друг друга в больших количествах чем за всю предыдущую историю человечества да вот мне так сказали да но при этом космос при этом технический прогресс как мы все знаем да а что такое технический прогресс а вот что такое вот надо тебе устроиться на ночлег и у тебя ничего нет ни денег ни хрена ну то есть есть твое собственное тело вот ты понимаешь что ну как в майнкрафте тебе нужно сделать первичные укрытия чтобы тебя там ночью не сожрали дикие звери или враждебные мобы понимаешь насколько это трудно тебя уже отпадают все эти мысли об уюте о том чтобы как говорится какая там будет атмосфера в твоем жилище главное что черт подери она была ты понимаешь что не то что у тебя нет нечего срубить у тебя нечем убить у тебя нет топора у тебя нет орудий труда понимаешь и здесь технический прогресс он нас полностью может полностью от этого укрыть то есть понимаешь но при этом мы остаемся материально жить как говорится да на планете и все эти лютые опасности испытания они остаются они тут же они остаются но технический прогресс позволяет нам не только лица полностью обеспечить свой быт но еще и друзья мои 21 веке должно было быть это обязательно производство автоматизировано у всех все есть и человек может больше свободного времени посвящать ну какому-то своему ну просто приятному времяпрепровождению да так далее то есть вот что должно быть 21 веке а что мы видим ну сами понимаете что мы видим как бы сказать борьбу за выживание в самом широком смысле этого слова вот это и создает в голове абсурд потому что потому что век обязывают уже сделать какой-то шаг вперед до всем но при этом к этого мракобесная сила втаскивает все назад в пещеру и как говорится дело даже не в этом а в том что в принципе вот эта атмосфера абсурда и в принципе то что называется чем человек может располагать на что человек может рассчитывать и так далее очень намного что конкретно мне делать последние где-то неделю я тебе могу сказать что я как-то утвердился в некоторой деятельной и в некоторой бодрости и в том чтобы как бы не терять нить рассудка при том что меня заставляют это сделать то есть я вот я могу констатировать то что то что меня окружает абсолютно глупо и она абсолютно стремится и меня помучать впустую чтобы чисто помучать и друг друга помучать впустую чтобы чисто помучать а еще и по погрузить в абсурд то что как говорится что-то что-то плохое происходит что тебя там куда-то не пустят да ты не сможешь попасть что-то ты уже не сможешь достичь ну как-то прям очень сложно я не могу хвастаться тем что я совладал как-то с этим ощущением и положением но определенно как бы это и на этой неделе как-то вот больше к этому расположен а другого выхода и нету просто если я буду просто лежать то мне может угрожать довольно лютая опасность потому что брать каждому свое каждому свое у каждого свое сознание своя жизнь своя свои исходные точки да я абсолютно готов и смогу как состоять лицом к лицу с безнадёгой с бытовухой даже я могу сказать что я перед чертом не опешу как это говорил гетто но на хрена это надо то есть понимаешь на хрена это надо если в итоге в итоге если все мои проекты то чего я хочу если все это удастся то и общество очень сильно выиграет и я очень сильно вы все будет совершенно по-другому все в тупике абсолютно я в тупике все в тупике но мое это стремление она хорошая я хочу найти выход из тупика я хочу чтобы все нашли этот выход чтобы я его нашел чтобы по крайней мере я хочу этот вектор иметь этот вектор поиск выхода из тупика вектор но предыдущих видео я уже сказал что абсолютно все в тупике и блогер и миллионники в тупике и элвис был в тупике но элвис вот здесь минуточка как бы внимание знаешь как гендлин говорит значит у савариза и майка тайсона сравнивают ну вот у него руки длиннее там на 20 метров вес там больше на 20 килограмм ростом выше на 20 сантиметров все по всем параметрам он намного превосходит майка тайсона но и это но разрастается до гигантских размеров по что идет речь элвис это то самое но для нас всех потому что потому что ты слушаешь песню слушаешь кажется вот это само обрамление музыкальное как вступление проигрыш в песни да когда вступает элвис это это почва под ногами это какая-то абсолютно наверное все-таки самодостаточная сила какая-то гигантская сила просто понимаешь которая я не знаю где он сейчас сейчас его наверно уже точно нет живых потому что были но было без версии сведения до что что я вы жив до отцов и жив все понятно но тут немножко другая история потому что там реально реальные были признаки там его именно могиле написано неправильно есть все некоторые другие признаки того что он просто спросил свою жизнь иначе другую но поскольку у него уже и дочка не хочу произносить это слово умерла даже если это и так я не хочу произносить этого слова понимаешь даже если безысходность будет доказано и мне будет показано на с вероятностью в сто процентов с достоверностью что выхода нет что называется смертью умрешь людей не вернешь я с этим все равно не соглашусь и в этом вот как раз таки и состоит это самое но я все равно с этим не соглашусь я тогда свою собственную реальность создам но я с этим не соглашусь есть вещи с которым я никогда не смирюсь даже если мне подкнут носом даже если этот нос мне расквасят как это сделали в нашей стране с очень многими достойными людьми в частности с королевым то все равно я от этого не откажусь я не откажусь от идей гуманизма я не откажусь от сверх идей вот идей того что все не может быть бессмысленно ну так вот сейчас эвеса наверное точно нету среди живых где он сейчас и вообще понимаешь можно говорить да тут кто-то правильно сказал что люди безусловно не равны есть круче не круче есть они все разные да ну понимаешь вот можно судить о жизни после смерти по деревенской старушки которая жила всю жизнь достойно как закосила траву носил воду из колодца она ум и и что ее нет она чья-то бабушка и мама и ее нет с этим это тоже не укладывается в голове но здесь индикатор это элвис моцарт понимаешь и меня не укладывается в голове что моцарта может не быть понимаешь этого не может быть не может человек который сочинил такую музыку исчезнуть мне кажется не может но с другой стороны все логично блин понимаешь вот что называется лошадки с жабрами от элементарной инфузории до моцарта эволюция все развилась просто моцарт очень умный талантливый чувак элвис просто тоже очень умный талантливый человек ну и вся разница а так все исчез и все наверное это так но все-таки что-то не так все-таки что-то не так и ну еще кого в конце этого длинного видео которого уже на 11 минут будет да я сейчас чуть-чуть почитал может еще почитаю понимаешь вещи вопрос можно ли об этом болтать на youtube канале ну все пиши в друг пиши пожалуйста комментарий суши переступить через себя я понимаю это может быть тебе сложно но чтобы дальше канал развивался это просто необходимо напиши пожалуйста комментарий